Путешественница Ольга Иорданская. Мы уже с ней встречались. Доброе утро, Ольга. Здравствуйте. Доброе утро. Путешествия в прошлый раз по Японии. Сегодня это Камино де Сантьяго. Что это? Куда это? Вы знаете, Камино де Сантьяго это такой бренд, которому уже 10 веков, то есть более тысячи лет. Но в России он как-то не особо известен. Да, конечно, Москва, Питер, да, они первые. А в Сибири я поставила, там в одном из альберга нужно было поставить кнопочку «Откуда ты?». Карты не хватило. Так что пришлось разворачивать новую карту. И Сибирь получилась вообще пустая. Я первая. Это путь, я правильно понимаю? Камино, да, это путь. Сантьяго это святой Аков. То есть это апостол Христа. Да, поэтому, хотя сама дорога вообще никак не связана с религией, даже еще в 13 веке, что меня вообще поразило, еще в 13 веке прям был написан такой лозунг, что двери открыты для всех. То есть для больных, здоровых, не только для католиков, но и для язычников, иудеев, иеретиков, и бродяг. То есть и вот это оно сохраняется до сих пор. Веришь ты или не веришь, неважно. То есть двери открыты для всех. Пути много на самом деле. Камино де Сантьяго это не один путь. Их очень много. Францесс, Норте, Платина, Португез. Все не ведут? Все ведут Сантьяго, да, где святые мощи находятся в собор. Сантьяго де Компостелло. Я прошла по северному пути. Это 800 километров. С рюкзаком. Пешочком. Пешочком, да. Была группа какая-то? Нет, я шла одна. Да вы что? Да, я шла одна. Ну, вообще многие идут одни по этому пути. То есть они очень кардинально отличаются. Францесс, по Францессу идет 80% пилигримов. По Норте идет намного меньше. Он очень сложный, физически очень сложный этот путь. Он идет вдоль океана. Погодные условия очень сложные. То есть это кажется, что Испания тепло, да? На самом деле океан очень холодный ветер и постоянно моросит дождь. А то и линии. Дороги залиты. Поэтому физически это действительно очень сложно. Но это как испытание укрепления духа. Вы поэтому пошли? Ну, один из пунктов был проверить себя. Смогу или не смогу. Вот второй пункт, это, конечно, пройти по пути, который входит в мировую список ЮНЕСКО. И углубиться в культуру, историю, природу Испании. Глубинка Северной Испании, она действительно отличается вообще от Испании. Даже вот знаменитый сериал, сейчас все его смотрят, «Игра престола», да? Все последние серии снимались именно в Северной Испании. Да? Да, вот это все, драконьего острова, вот эти все берега. Я был уверен, что это какие-то скалинавские страны. Нет, нет, это Испания. Ничего себе. Да. И в чем, скажем, сложность этого пути? Сложности особых нету. Многим сложно ментально. Я разговаривала с людьми. Многие сложно ментально идти. То есть ты каждый день должен вставать и поднимать рюкзак, и опять проходить эти свои 20-30 километров. Разбивайте палату, да? Нет, а почему? Альберго. То есть, на самом деле, все это государственный проект, это не какая-то частная лавочка, что это муниципальный альберго, ты живешь под крышей, у тебя есть горячий душ, у тебя есть койка, кухня, где ты можешь готовить, стиральные машины, где ты постирать. Потому что первое дело, что ты приходишь, ты принимаешь горячий душ после 20 километров, потом ты стираешь всю одежду, которую на тебе, потом готовишь себе еду. То есть на протяжении пути есть... Определенные точки, где вы останавливаетесь. Да, альберго называются. То есть это приюты, это средневековые, есть средневековые, есть прям с глубокой такой историей, интересный очень альберго. Есть современные, есть приватные, то есть это частные альберго для вот паломников, которые идут. Понятно. То есть, чтобы в них поселиться, нужно иметь кренденциаль, паспорт паломника. То есть в начале пути ты делаешь себе этот кренденциаль, и альберго тебе ставит печать. То есть каждый день ты отмечаешься, что ты в дороге. Причем ты идешь пешком. То есть ты... Есть вил... Правда, есть два пути, можно ехать на велосипеде еще. Вот. Кто... Там нет... Ты не можешь забронировать себе альберго. Кто первый пришел, то ты занял койку. Бывает такое, что ты приходишь в альберго, и у тебя уже нет сил, а койк нет. Кто встал к такой тапочке. Да, да. Если койк нет... Если койк нет, у тебя только один путь. Или продолжать идти до следующего. Шесть километров, когда уже совсем нет сил. Или снимать пеншин дорогой. Ну, ну, то есть квартиру там, или отель. Ну, это выбор такой. Или ночевать на берегу. Ну, в общем-то, выбор довольно разнообразен. Сколько дней заняло ваше паломничество? Я шла очень быстро, 35 дней. 35 дней. Это быстро считается? Это считается быстро, да. Вообще, лучше проходить этот путь за 45 дней. Почему лучше? Тогда ты не устаешь сильно. Ты проходишь... Вот я для себя решила... Ну, не решила, а это со временем я поняла, что мне вот комфортно 15-20 километров. Ну, 20 километров в конце пути – это совсем комфортно. А вот 30 – это уже устаешь, а 40 – это уже износ. То есть тело прямо кричит. Хватит издеваться, спать хочу, есть хочу, мыться хочу. Ноги говорят, что все, завтра мы не пойдем никуда. Мы останемся здесь. Ну, а как же солнышко, природа. Сказали, что тебе дождь морозит. Тяжелая дорога. Испытание – это испытание, Саша. Силы и духа. Солнышко, конечно, было. Нет, океан дает огромную силу. Когда ты идешь до берега, вот это, да. Причем ты проходишь 4 провинции, красивейшие 4 провинции. Ни одна из них не похожа на другую. Это невозможно проехать на машине и увидеть. Это вот когда ты проходишь именно через деревню пешком. Конечно, ты проходишь и через крупные порты, города. Но в основном красота именно в том, что ты проходишь по сельской местности. Это другая Испания совсем. Которую мы никогда не видели, да. Это такие запахи. Это просто невероятно. Ты вдыхаешь это все. Это все утопает в цветах. Просто невероятно в цветах. Все в гортензиях, в жасмине. Цветы, которые ты даже не знаешь названия. И потом ты выходишь. Путь все равно рано или поздно выходит на океан. И фантазия, вот это когда ты попадаешь в Кантабрию, ты думаешь, ну все, красивее быть вообще ничего не может. Но потом ты переходишь в невидимую границу Астурии. И ты думаешь, господи, как эта природа могла создать. Это фантазия просто. Невероятная фантазия. И ты сидишь в этой бухте. Ты понимаешь, что время тикое. Тебе надо занять койку. Ну, уходить просто не хочется. То есть, это невероятная энергетика, конечно, северного пути. Так, давайте сделаем привал, а потом продолжим наш путешествие. У нас в гостях в студии Радио 54 путешественница Ольга Ярданская. Она прошла по северному пути Камину до Сантьяго. Вот сейчас мы об этом говорим. А мне интересно, во время пути были какие-то, может быть, не знаю, аномальные явления, что-то неогрученное встречалось? Вообще, путь, он довольно рутинный. То есть, ты встаешь в 5-6 утра, быстро завтракаешь, если есть такая возможность, да? Но это заранее надо себе кто-то приготовить хотя бы джем, хлеб. Там многие Альберга устраивают в завтраке. То есть, это входит в оплату. И выходишь, за всем утра ты уже выходишь на камина. Больше всего я любила рассвет. Это просто, потому что очень холодно. Ночью очень холодно в Северной Испании. И когда первые лучи, они тебя пронизывают от макушки до пяток. И такое впечатление, что ты купаешься прям в океане лучей. То есть, это ощущения незабываемые. Ты готова идти дальше, дальше. Только бы испытывать это. Поэтому, если там Йети рядом пробежал, вы просто не заметили его. Ты стоишь в лучах солнца. И кто там бегает вокруг, неважно. Нет, Йети, даже звери-то, птиц, да, птиц очень много. Но даже зверей как-то, один раз кто-то мне пересек дорогу, но я даже не поняла, кто это. Кто это? Ты кто? Аномальные явления это люди. Это люди, которые ходят по каминам. Это такие чудаки. Это с сосликами, там кто-то со своими животными. Иногда люди идут, с семьями идут. Ну, то есть, это, конечно, камина, это люди, прежде всего. Все говорят. Еду с собой нужно взять? Еду. У меня рюкзак был очень тяжелым. Мне было тяжело очень брать еду с собой. Поэтому традиция паломников делиться едой. А вот это, да. Когда вы встречаетесь, да? Да, это обязательно. Поэтому в начале пути, в основном, мне приходилось питаться за счет того, что кто-то чем-то делился. Рюкзак для меня был невероятно тяжелым. Потом уже я попривыкла к нему, стала покупать тоже продукты. Но единственное, надо обязательно учитывать, что в воскресенье в Испании ничего не работает. Поэтому в субботу обязательно все покупают заранее продукты. Ну и потом ты идешь через маленькие деревни, там тоже, кроме бара, ничего не бывает. А в бар это только маленькие бутерброды, такосы и пиво или сидр. Ну, то есть, это так, перекусить только. Вообще затратно получилось? Ну, вообще, я бы не сказала, что это затратно. Затратно только за счет того многие пытаются быстро пройти путь. Потому что каждый день ты все равно тратишь какую-то сумму денег, да? А вообще, очень много альбергового донатива. Это донатива, это ты можешь платить, это твой выбор. Ты можешь платить, можешь не платить. Я всегда платила, потому что это вода, электроэнергия. Ну, в конце концов убирают альберга. Поэтому я минимальную сумму 5 евро всегда платила. Хотя есть альберги за 4 евро, ну, то есть за 6 евро. То есть фикс прайс называется. А есть альберга донатива, ты приходишь, тебя кормят, поят, там, и ужин, и обед включен. И все, и ты можешь заплатить любую сумму. Если у тебя нет денег, ты можешь не платить. Ну, вот вы дошли, да? И что в итоге? До самого Сантьяго, да. До собора. Да, это, конечно, ты видишь этот собор. Мне очень повезло, что реставрация закончилась. И я увидела во всей красе этот собор. Первое, что я пошла тут же получить Компостеллу. Компостелла – это такой сертификат паломника, что ты прошел вот этот путь. А и второе, и сразу 12 часов месса. То есть желательно на нее попасть, потому что месса в Компостелле, это место, месса вот в этом соборе Сантьяго де Компостелла – это удивительно. Играет орган, пение, музыка, это какое-то спиритуальное такое ощущение, что ты действительно, во-первых, ты это сделал, ты это смог. Многие сходят с пути, потому что это действительно физически очень тяжело. И вот это... Потому что они думают, что приехали уже в Испанию. Да, многие, да, я парня одной из Белоруссии встретила вот так. Он говорит, друг сбежал на пятый день, потому что ему... А сам друг был инициатором. Пойдем, там, Испания, девочки, Чикас, рыба, будем ловить рыбу, там жить в палатках, все будет отлично. Через пять дней друг исчез. И он остался без языка, то есть ни английский, ни испанский, один идет. Ну, то есть, это вот такие истории, в общем, часто случаются. И вы попали и на мессу, в том числе? Да, я сходила вот на эту мессу, потому что, ну, я считаю, она обязательно тут уже прошел все. И там, во-первых, все паломники, когда ты встречаешь этих людей, когда ты с ними шел, и ты вновь их встретил, это... Всегда такие чувства очень теплые, ты обнимаешься с этим человеком, приветствуешь его, поздравления друг к другу, что ты сделал это, ты прошел, не сдался. Ну, это вообще ощущение очень... То есть, такое ощущение праздника. А потом в машину и на Коста-Браво, да? А потом, да, в автобус. А потом в автобусе и на Финистеру. Не Коста-Браво. Лучшие пляжи, я вам открою секрет. Вот, вот. Да, лучшие пляжи, это не Коста-Браво. Лучшие пляжи, это Галисия. Так, запоминаем. Это, да, это пляжи просто с песком белым-белым, как на Карибах, невероятные. То есть, голубой флажок, это как бы считается лучшие пляжи. Да, вот в Галисии самое большое количество голубых флажков. То есть, это самые лучшие пляжи Испании. Я записала? Именно реально записала, все, смотрите. Ну, как это неудивительно, да, самый дешевый, самый... Еще и самый дешевый. Надо еще раз записать. То есть, Галисия, она вообще такая провинция, бедненькая. Ну, то есть, она в Испании, самая отстала, бедная провинция. Думаю, с помощью камина ее еще и развивают, поднимают. И... Ну, там можно отдохнуть, да? Да, да, ну, там морепродукты очень дешевые. И ты просто за 30 евро, уже не живя в альберго, да, альберго, там 12 евро, а просто снимая пенсион на двоих 30 евро, это получается 15 евро на человека, ты можешь отлично просто отдохнуть. Слушай, Орга, вы столько интересного рассказываете, и время идет, идет, и хочется еще слушать и слушать. Но, к сожалению, оно у нас, так сказать, регламентировано, да? Вот. Но это еще не все. Да, спасибо большое, и просим вас рассказать напоследок какую-нибудь историю. Коротенькую, веселую, забавную. Ну, для меня она забавная, не знаю, как для аудитории. Это были студенческие годы, так как моя профессиональная деятельность была связана с этнографией, то есть изучением, так скажем, каких-то малых народностей. Ну, я занималась вообще шаманизмом, мне была очень интересна эта тема, изменение сознания. И это еще был Советский Союз, это были мои первые, первый или второй курс, чтобы найти, я узнала, что там где-то в тайге, где-то в селе живет шаманка по Амуру, река Амур на Дальнем Востоке. И я иду через вот этот промежуток тайги, там, конечно, это не камина, там всего было 5 или 7 километров, но, тем не менее, это жара, это москит, то есть комаров просто уйма. Ну, нечете легких путей. Да, проходишь через вот этот промежуток тайги, ну и страшно, в конце концов. И прихожу в село, там, на берегу, значит, спрашиваю, где тут найти шаманку, потому что я не знаю, я знаю, что в этом селе живет шаманка. Мне говорят, да, вон она на берегу стоит. И я так, подхожу, уставший, у меня просто отключается этика, отключается, как сказать, Маслитание. Да, и я, нет, есть, существует этнографическая этика, а я просто ей в лоб подхожу и спрашиваю, вы шаманка? Она так оборачивается, смотрит на него и говорит, нет, я член партии. Шипец. Да, ну, мои ощущения, молеброза не передавая, это пройти. Это столько пройти, столько страху натерпеться, тебе так вот, нет, я член партии. Потому что, да, советские шаманы, они на провокации не поддаются. Ольга Иорданская была у нас в гостях. Я думаю, что мы еще не раз увидимся. Спасибо большое.